всем привет друзья вы на канале бухай тв и у нас сегодня с отцом как говорится на обзорчики водочка которую я когда-то обещал помнишь я обещал когда мы пили с тобой ликер коз конкору привезти водочку коз конкору друзья наконец-то я привез эту водочку бутылочка 05 бутылочка 05 цена 230 гривен по акции 230 гривен по акции так она стоит вроде бы на 100 гривен дороже на такое короче цены акции она как бы друзья скачет в разные стороны как говорится сами прекрасно понимаете ты еще что плохо плохо наливать это да 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 это как говорится а то было в ликёре посмотрим шоу водки были курсом по себе он сладенький как были и густенький как уставатый но этот а здесь водка холодненькая нас я у меня в холодильнике две недельки чинигель недельку это точно стояло что по бутылке бутылка такая кругленькая широкенькая на бутылочке написано коз конкорова здесь выдавлена вот вот такое донушка на донушке такое бутылку этикетка так как как раньше на письма эти марки были сейчас я не знаю вообще кто письма отправляет не отправляет как бы без понятия даже написано коз конкорова водка нарисована изба учитывая чебали колоски нарисованы лес нарисованы вот друзья смотрите также такое у нас длинная ступительная конечно речь 40 оборотов объем 05 пробка деревянная пробка деревянная акцизик пробка деревянная никогда давно я помню я не знаю что за дерево дерево как говорится на пробке ну здесь написано коз конкорова на этом я помню когда-то давно вы на этом видео вы начали говорить я начал рассказать за бутылку я сказал что привезу водку и мы с тобой разговаривали за пицца за чебурейки за все остальное и друзья у нас на закуску пицца кольцони я тогда говорю что я возьму возьмем пиццу кольцо не много это так бы охотничью пиццу ели уже два раза но и гельмейстер перед не пили еще ни разу так что гельмейстер тоже возьмем так что мы по чуть-чуть обещание опача открылась всякие пробочка хочу скажу честно вот тут деревянная но внутри такая пластиковая но открывается закрывается хорошо не туда затора не туда затора пахнет водочкой пахнет водочкой ну за эту водку друзья писали как да чуть-чуть неудобно наливать чуть-чуть есть такое что эта водка друзья хуже финляндии хуже финлянди и ну друзья на мне с тобой финляндию били я избр ners на пил из тобой num двери нам она не два раза вообще не понравилось я пил за последний год два раза мне она не понравилась тебе тоже впереди не поздно давай пробовать может это нам понравится может не понравится если не понравится то скажем запаха так ну пахнет водочкой умолочный запах ну нормально ну давай демонстрируем а знаешь что хочу сказать она довольно прохладненько довольно прохладненько ну выпил я ее она зашла неплохо она зашла неплохо она зашла неплохо тоже он сверху так на другой кусок уже все это ты положишь быстрее баррикаду мне перевернешь где надо сразу на первой минуте укуситься потом полчаса крутится все перевернуть полотенце на ты потерпеть две минуты не можешь я так пока говорю она зашла так чуть-чуть чуть-чуть где-то процентов на 5 вода вода чечни водочки прогрела очень слабо но у нас ушла неплохо я уже думал что пусть и вкуса не будет и потом такое процентов на 15 пусть и вкуса водочная появилась но я думал за ее писали что она будет плохая но в целом неплохо даже сказал бы очень хорошо что давай повторю и попробовал за два раза попробую да тут уже спился уже с первого раза уже вытянуть не можешь уже он же пьет каждый день как и я дальше он деревне пьет я в городе пью и мы шутим конечно бы некоторые люди пишут что выпьете каждый день нет друзья мы не пьем каждый день сколько ты 1 месяц пьешь только на съемках со мной ну сколько 3 надо 3 3 4 видео но 4 это редко это прошлом месяце было в этом месяце 3 видео ну давай говорится за встречу запах хороший я сказал бы хороший и по цвету она хорошая такая прозрачная хорошая чистая водка и бутылка неплохая можно кому-то подарить можно кому-то поставить даже так чтобы стояла она такая себе не сказать что сильно она там яркая или приметная хорошая водка именно вот сейчас я возьму кольцо не тут яйцо бекон помидор должен быть сыр и хорошая закуска это вот пицца мне она нравится тем что хорош вкусно вкусно тесто 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 такое мягенько как чебуречные не учебы река не такое тесто мне на я имею как у хачапури больше как в средине как хлебное такое да ну средине как чебурек как чебурек очень-очень хорошо даже мне лучше лучше пиццы нравится ну это есть лица только итальянская закрытая пицца я что-то не кушать хорошая пицца мне понравилось скажу честно наливаю я не смотрю то знаете как бы там полка вот это мериться ну принципе наливаю забывайте замечаю что там тебе иногда больше лину себе есть такие люди что что-то в краю не видишь не просто они сидят и в рюмку смотрят а мне что надо еще в камеру разговаривать и наливать как бы и с тобой беседу вести так что три дела делать ну давай ну мне статью водка очень нравится тебе скажу честно очень хорошо и сказать что честно когда последний раз водку пью на 8 марта сегодня мы записываем 13 5 дней тому назад сказать что там давно водки не пью что водка пьется хорошо просто водка хорошую хотя много-то и критиковал не могу понять чего потому что на пире теплую водку вообще пить не рекомендуется пить теплую водку то она ты нашел хлебушек водку махать и есть теплую водку теплое пиво это извращенство какой-то степени ну да вот когда охлажденные пиво охлажденные не не ледяная водка как некоторые пишут что водка должна быть ледяная ледяная водка ты вкуса водки не чувствуешь ты просто пьешь замороженный спирт холодный спирт просто пьешь и пиво тоже сильно холодный его тоже сильно холодно я пью холодное пиво она начинает уже смерть такие куски льда начинают уже образовываться ты его пьешь ты просто убил пиво называется если ты переморозил пиво и потом его пьешь и просто убью его уже вкуса нема никакого горчинка присутствует со спиртами она еще как-то теперь держит чувствуется и вода все остальное пьешь просто льдом таким понятно что во рту то это температура но уже вкуса пива нету моя оценка этой водки 95 баллов хорошая классическая водка на обзоры надо будет взять лятный ликер у них есть девять баллов можно ставить увидишь ты 9 а 9 5 но я просто могу не это вот не это вот как хорошо подознаешь именно как классическая водка как классическая хорошая водка которую выпить именно сесть под закуску не то что как мы этом под пиццу там например а там под селёдочку хотя у нас закуска хорошая под селёдочку под огурчики помидорчики сало там нехай там мясо за какой-нибудь там гуся зажали там куря под картошечку и выпить за под закуску именно хорошие ее даже можно и без закуски так вот как мы там подписи у какой-нибудь там и под фрукты или под нарезку она хорошо пьется хорошо сказать что она плохая нельзя по сравнению с фенляндии что мы пили земля и небо хотя фенляндия у нас была тоже охлажденная и с димой мы пили фенляндии охлажденное и на земле и небо две разных фотки это я думаю на следующий раз другую фенляндии выпьем да давай третий раз я возьму фенляндии уже как бы возьму фенляндии что мы с тобой уже ее не на то мы пили не на камеру хорошее хорошее вот даже вот даже потом можно использовать эту бутылку под водку какую-то селепарда этот вообще хорошо она как бы ну честно сказать неплохая бутылка даже очень хорошая 1953 года получается этот на год старше тебя не я шестьдесят четвертый а то я чуть-чуть аж шесть ну чуть-чуть как говорится это 2 это мариман мариман старше было станут этой водки на один год на один год хорошо так же ну давайте выпьем за весну наступила весна то чуть-чуть перепутал то чуть-чуть думаю как бы я начать на тройку посмотрел четверку на этот пятерку не заминул как бы это нехорошая водка именно такая можно и так выпивать можно и под закуску под нашу пирожок очень хорошо очень хорошая водка и пицца кстати очень хорошая кольцони но мне тоже много кто говорит что кольцо неплохая пицца ну кольцони ну это итальянская кольцони называется кольцони я поставлю 10 баллов да я поставлю тоже 10 баллов уже мне научи так она знаешь она простая там томатный сок помидор ну томатный соус соки томатный соус томатный соус можно и сока сделать принципе чуть-чуть она во-первых удобная удобная ее можно напополам было разрезать мы так разрезали на кусочки можно было напополам даже вот даже где-то если ты в дороге тогда ты взял ее краю на пополам разрезал или краешком есть краешком есть тебе удобно или просто на пополам разрезал и поеду все удобно да если такая такая пицца тебе начинаете там какие-то кусочки да это коробка как бы но тут это удобно рассвет до салафану кину не могут мы тоже им коробки принесли это все как бы фотографии выложим это все будет полноценно это можно сказать дорожную дорогу хорошо и главное что по начинке там томатный соус помидорка яйцо я не знаю яйцо вареное или сырое в итальянске я смотрю в италии идет кольцо не сырое убивают туда потом заворачиваю но тут я не знаю как я не смотрел как делали перепелиные яйца ветчина сыр ну как бы что еще надо еще смотрю лук добавляют ну тут лука нет это бутылочка похода и водка и погодной пирожок состава конечно тот мелкого то чуть-чуть и плюс еще сделано на таком что она повыгорала вот смотри можно принципе разобрать глаза ломать не будем она того не стоит кажется и начинка равномерно да да тут на краю как бы знаете краешка до краешками все равно присутствует соус томатные туда все равно как бы его можно съесть можно съесть так само как у пиццы корочки до такого пицца ты ешь как бы до этого лучше чем этот лучше пицца она значит пицца более презентабельная много а это менее презентабельно это бы это более такое походные но так как разные пироги значит из пироги просто просто пирожок там берешь там с кашей там или с мясом а если ради такие ну большие там с мясом там эти всякие переплет и узоры на рулет и там да 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 как бы ну тоже красиво как бы у нас были хачапури поджарские в этом заведении я планировал заказать у них поменялось меню они убрали пиццу с рубленым мясом и убрали пачапури по-аджарски добавили 4 сыра пиццу ну это конечно плохо я хотел заказать пиццу с рубленым мясом там что получалось по составу оливки рубленое мясо именно такой закусочная такая именно мускай пицца но к сожалению ну что поделаешь хорошая водка хорошая вот я знаешь я тебе скажу честно вот я вот так но кто писал что типа водка плохая там типа одну так типа это вот я как-то знаешь как-то честно сказать и немножко так переживал думаю можете правда водка плохая как бы отдал этот отдал как говорится 230 гривен весь 30 и честно сказать я скажу честно у меня нету такой задачи честно там может кто-то думает что там мы отдали деньги например там например 500 гривен за коньяк вот он оказался плохим мы его как говорится со всех стороны со всех сторон обложили как говорится что он плохой там не берите и все остальное и типа я с этого как бы знаете с этого я удовольствие получил там или радость нет друзья как бы в первую очередь я потерял потому что я заплатил свои деньги ну да и как бы есть так глупил вы хорошего коньяка сказал бы и вам бы посоветовал бы хороший коньяк и это дамы если плохое он все равно посоветую скажу что не берите его плохой коньяк но как бы удовольствие это не получил ну да это водка чисто безнятия хорошие есть у них сауна там такие дубовые бочки нарисована чуть-чуть такая желтоватая так понимаете пока к виски но наподобие да-да-да-да типа ягодная клюква какая-то чеклюква но она белая не белая тоже клюква че черника че брусника тоже белая и есть лайм ну типа лимон то уже как говорится друзья все впереди а чисто это хорошее 9 баллов на свободно ставить ну я поставлю чуть выше одну вот переплеты даже вот даже аж соком течет много моцареллы много моцареллы вкусного это мы как говорится крайки крайки попробовали он сейчас будешь выпивать возьмешь кусочек другой попробуй среди уже ближе к цели среди на совсем другую да 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 она она сочная не ну здесь и края сочные были тоже не даже вот смотри даже не горочку доедаешь и даже корочки томат нужно чувствовать присутствует томатный соус ну тут ну возьми попробуй так что вот ну вот тебе смотри вот мы с тобой уже за нашу как говорится небольшую блогерскую карьеру алка и карьеру мы с тобой уже попили пробовали украинскую водку русскую не пробовали русскую я пью без баки и даже не на камеру мне привозили бутылку чистые росы было дело я пью у меня литровая бутылка была ну то не о том украинскую водку пили белорусскую водку пили армянскую водку пили ну я с братом пил армянскую ну в принципе я тебе тутову я тебе наливал нам еще армянская привозили с тобой эту как чачу привозили не ну ты не понял но тутовый я помнишь наливал что передавал виталик с запорожью виталику привет большое спасибо за водочку этот шведскую водку пили финскую водку пили чешскую водку пили французскую водку пили шо мы с тобой ирланд и виски пили ирландский шотландский американский английский английский джин им пили и как бы уже ромы пили всякие уже чуть ли помним теперь короче надо нам идти с тобой на азии саке будем пить да конечно саке дорогое единственный минус цена и у нас нет таких чашечек как у них там пьют чашечек у меня есть ладно чашечки у меня есть чашечки мы пить тогда у меня есть фарфоровые чашечки так мы не надо ноги запретать ну ничего же это как его во вьетнаме там вот кого а вот и гадючка еще ко мне самое смотрели водка этот как она называется короче мышат мышат когда на еще не успели обрастись этим шерстью короче как она называется китайская вино как-то так называется сосуд сваживать таких мышат и заливают водкой короче и потом она такие типа пробушку дают и пьют это типа это друзья скажу честно нет ни гадючки чтобы там гадюка плавала не с мышатами вот это я говорю сразу мы пить не будем мы пьем как бы такое есть японские виски нужно будет взять японские виски как-нибудь мы как-то пьем знаете как бы у них там может принято это там пить есть такое но у нас как бы просто это будет потом во первых прибирать это во вторых как бы и на этом видео закончится если взять вот англичане или вот американцы наша холодец они они едят они его не могут есть не они его едят он им против а крошка не тоже не могут есть хотя они понимают что по ингредиентам там все нормально понимаешь разницу ты сейчас сравниваешь вот например колбасу или там бекон американцы как бы метод едят в жизни да и мясо едят там как бы в жизни и все остальное ну сравнить разница вот например разница между вареной свинины и американцы свинину едят и там или там курятина или там американцы больше едят это не нас равно даже ну ты понял свины беконные свиньи и мышей например это как бы ну или там тараканов каких-нибудь французы лягушек едят но мы не едим лягушек я тебе скажу больше не на камеру говорить не буду нас полпути в ли попьяни ела лягушек я тебе скажу честно своими глазами видел так что и кузнечиками закусывали у нас еще те вьетнамцы и китайцы тоже у нас когда-то приезжали вьетнамцы отдыхали у нас походу они таки остались так вот ухты куда-то будет пара ну как тебе очень вкусно ну да такой творожную творожный такой много сыра моцареллы ну да где он помидор выбрал ну а что ты делаешь бывает и такое я еще сюда добавил бы чесночка но это на любители вот это смотри у них например пицца например пожарный выход называется типа острая ну не поднялку с перцем и халапеньо мне пишется острая такая типа понял пицца и тут такая типа отметка типа острая ну ты сам ее ел она реально острая но мы ее не на камеру ели мы за камеру брали ее мы ели тогда охотничью пиццу а за камерой была у нас это острая пицца писали чесночная типа понял ну типа ну отметка там или ну так у них с этой директор пицца этот популярная типа ее люди берут вот видишь ты говоришь чеснок а кому-то салат добавить или крыс салат добавить или что что-то добавить не ну смотри у них есть сборка пиццы сборка пиццы с ингредиентами типа собираешь хочешь и добавляешь что хочешь типа ну да но мы когда-нибудь может когда-нибудь мы к пакаме с заказом их не на пицце то что у них есть а когда-нибудь мы принципе напьемся пьяные из-за и со своими как говорится пьяными пуйными фантазиями соберем свою пиццу все надо собрать нет ну с их неного меню конечно там ничего такого постороннего не будет то что то что мы там лишнего тогда придумаем там есть тунец конечно и и пиццу с тунцом тунец как бы хороший типа как ну если пицца с морепродуктами да кстати надо будет когда-нибудь заказать тоже вкусная но это тоже на любви слушай черниговская тебе кинула вызов кто пиво да они создали новое черниговская как легкая типа надо обозревать синяя этикетка типа бутылки черниговские все так положено и мне хорошо не надо говорить я раньше ехал поезде в советские времена не не на москву ехал я на поезде тормей на минском позе ехал я во минских минск тоже подожди ехал в поезде пил черниговское пиво тем временам да было пиво конечно черниговского очень вкусная я не буду спорить за пиво а потом последствия когда уже пришли конечно хорошие времена как 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 я всегда говорю о мальность покажи и и стал я стала пробовать это пиво поначалу было еще более менее а потом хуже 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 а потом крючка туда прицепили к тому пиво вообще стало ну с крючком какой бокс такое и пиво так что будем так хороший боксер шоу один шоу второй никакой не хороший боксер я не знаю этот ни о чем короче будем так ну я скажу честно я много людей которых знаю по боксу с кем я разговаривал за бокс я забыл с немножко знаю процентов 30 клычков хвалят процентов 70 говорят да это не боксеры не хорошие спортсмены не хорошие достижения но вот взять тайсона холи спио да льюиса люс был скучный хотя люс люс был абсолютом но люс был скучным ручка с ним дрался когда уже люс уже последний бой люсок люс был уже не на пике и люс был скучный всю карьеру как боксер как некоторые кричат люс люс типа люс был скучный он у него была фишка он джебом держал и зажимал в угол и убивал тогда соперника он тайсона в тысячу втором году хотя тайсона тогда уже был не на пике но мне конечно из всех боксеров я люблю старый боксер мне больше всех нравился салченко кто это также друзья кто знает кто это пишите в комментариях на такой приятной хорошей ноте мы будем прощаться выпивать по рюмочке водка очень хорошая косконкорва рекомендую то что финны пришлите мне деньги мы будем вашу водку дальше мы не рекламируем и так чисто прикалываемся шутим такой более веселый более энергичный ролик пицца хорошая подписывайтесь на наш канал бухай тв всем мира и добра всем удачи подписывайтесь на мой второй канал павлович кстати на павловича вышло новое видео там где пью самогон как приехал с киева и смотрите наши видосы давайте друзья всем мира и добра всем удачи твои хот-доги выйдут попозже кстати хот-доги выйду с ним попозже а сейчас потеплее чуть станет погода на славу богу котелки мангалы шарампура решетки есть мы можем возле славной веке 7 что-нибудь приготовить интересное знаете дома готовить это одно дома не хочется там на кухне готовить что-то там что-то такое по мелочи ну как бы такой дома это дома на природе это совсем другой вкус совсем другая еда правильно так что вот такие дела то что ждите видосов с природы будет весело